В Якутске завершился прием заявок на участие в конкурсе социально ориентированных проектов «Народный бюджет-2017». Количество заявок в этом году немалое. Подробнее об участниках программы и ее реализации расскажет Иван Подойницин. Соискатели грандовой поддержки на финишной прямой. Заявки собраны, но наиболее активные участники народного бюджета 2017 года продолжают борьбу за воплощение своих идей. Галина Дроздова – оператор на СС, но в то же время волонтер, посвящающий свободное время проблемам безнадзорных животных. С детства люблю животных. У меня сейчас дома пять кошек. Из них одна моя. Остальным хочется помочь, пристроить. Этот проект предусматривает дополнительное финансирование пункта передержки, потому что у общественников очень много претензий по содержанию животных в пункте передержки. Думаю, вместе с администрацией, если этот проект будет принят, то мы добьемся существенных изменений. В частности, обстановка с инфекциями будет сведена к минимуму. В этом году активных граждан, оформивших свою идею в проект, было более 300 человек. В законченном виде с полным пакетом документов заявок осталось 235. Важный критерий отбора конкурсных инициатив – участие и вовлечение горожан в эти проекты. Осуществление масштабных идей – процесс многогранный, требующий всевозможного участия, говорит Галина Федорова, одна из победителей конкурса прошлого года. Этот проект был как народный. Это не идея только одного конкретного человека. Допустим, спонсировали нам техникой, даже нам песок спонсорским выдавали, всякие материалы, техники и так далее, даже труд человеческий. Уходящий год показателен для организатора конкурса социальных проектов. Более 40 из них получили софинансирование, притворяясь в жизнь в течение 2016 года, вырастая в прямом смысле этого слова на глазах гранитом. На данный момент собранные заявки в течение этого года ждут своего рассмотрения, которое обещает быть к концу января 2017. В этот раз софинансирование осуществляется по четырем основным направлениям – строительство, благоустройство, волонтерские акции, культурные и спортивные мероприятия. Мало того, что эти проекты подали сами жители, так же сами жители, получается, через портал OneClick голосуют, выбирают и вносят свои предложения, мнения. У нас построено большое количество детских спортивных площадок за счет народного бюджета. Кроме того, это не только материальные вещи, не только детские площадки, это и были сняты фильмы, выпущены книги. А пока каждый, желающий оценить социально значимые проекты и выразить свое мнение, может на городском портале OneClick. Иван Подойницин, Юрий Филиппов, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск.